Друзья, приветствую! Сергей из Ярославской области прислал посылку с маслом Ноус Титан 530А3Б4. Вот так оно упаковано. Сразу вот здесь описание автомобиля, условия эксплуатации. Нижняя строчка, обратите внимание, это название масла Титан Ноус. Сейчас я распакую, если потребуется очищу, подпишу. Эталон данного масла уже создавался, на канале есть видео, поэтому я свежее сравню с эталоном, а потом с эталоном же сравню отработку. Посмотрим, что покажет сравнение. Вот так упаковано. Немножко там протекло, сейчас я почищу, подпишу. Ну и первым делом, естественно, сейчас, как я обещал, проверю. Сравню свежее с эталоном. Посмотрим результаты. Тут прибор захотел проверить чистоту окон, измерить фон. Возможно учесть некоторые при измерении фона повреждения на кюветы. Так, закладываю масло в кювету, ну и прибор начинает измерение масла. Давайте посмотрим, что здесь заявлено 71 процент ПАО и эстеров прилично. Так, и смотрите, по противоизносным присадкам 109 процентов. Кислотная выросла выше, то есть они взаимосвязаны, противоизносные присадки и кислотные. И это же повлияло на щелочное, то есть 9,9 в эталоне, а здесь 9,6. Чуть ниже щелочное, чуть-чуть выше кислотное, они, как я уже сказал, связаны с уровень противоизносных присадков. То есть здесь, ну видимо это такое, не то что от партии к партии, а просто противоизносных, их вообще там до 2 процентов. А учитывая то, что здесь эстеры, которые частично заменяют классические фосфор цинк присадки, то я думаю здесь, наверное, на уровне процента. То есть там минимальная погрешность и вот чуть-чуть, чуть-чуть насыпали больше и поэтому такой результат. Так, смотрите, это Vesta 2017 года, 1,6, 21, 129. Опять прибор захотел проверить фон, окна. 106 сил, 4,1 объем масла, 110 тысяч почти километров, 6000 пробег на масле, 176 примерно моточасов на при средней скорости 34 километра в час. Расход 8,4. Топлива татнефть 95. Ну, в общем-то, и такие поездки без пробок. Так, и посмотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 75 процентов, гликоля нет, плавно нарастает и нитрование. Ну, наверное, в следующий раз желательно поменять воздушный фильтр, потому что уже вот такой уровень достаточно высокий. Так, наросло кислотное примерно, да, на единицу. Здесь стоит обратить внимание, не обращать внимание на желтый фон, просто я, видимо, не совсем верно подправил лимиты. И 6,8. Достаточно большой еще запас по кислотному, щелочному, то есть больше 3,32. Достаточно приличный. Вот сейчас сравню, значит, свежие и отработку на предмет вязкости, потерю, разжижение, загущение. Так закладываю два образца. Да, видно, что есть разжижение с учетом такой высокой, достаточно высокой средней скорости. Я думаю, что процентов на 40-45, наверное, даже. Ну да, 40 где-то. Значит, разжижение, скорее всего, это форсунки чуть-чуть подливают топливо. Да, не забывайте отметить видео, подписаться, нажать колокольчик для получения уведомления о новых видео. Ну и традиционно, конечно, ресурс масла. То, что было, то, что стало. Кислотное щелочное. Правые километры моточасы. И получается, что данное масло по расчету способно выдержать в данных условиях с высокой средней скоростью, значит, 10800 километров. И по моточасам это 319 моточасов. Отличный результат. Ну, конечно, в каком-то крупном городе с низкой средней скоростью это было бы в районе там, наверное, 8. Плюс-минус. Ну, тем не менее. Так, владельцу по Сергею, по результатам замера, в общем-то, можно посоветовать в следующий раз там, при следующей смене поменять воздушный фильтр. Может быть, посмотреть форсунки. Как-то, мне кажется, немножко подливает. Может быть, одна какая-то косячит. Вот. Ну, а так, в общем-то, все нормально. Ни гликоля, ни на минимальном уровне даже сажа. То есть, ну, машина свежая. Хоть и такой пробег 110 тысяч уже нормальный. Но, тем не менее, видно, что все в порядке. Ну, вот такой получился результат проверки данного масла. Масло, на мой взгляд, отработало очень хорошо. 319 моточасов. Вопросов к нему нет. Но это все-таки надо учитывать, что это полнозольное масло А3Б4. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку каналу. Всем, кто посмотрел данные видео, благодарность моя за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!